Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Джокер Кипиш. Игра у нас в Clash of Kings. Итак, ребят, сегодня наша тема ролика это базовая атака кавалерии. Почему именно кавалерия? Потому что практически я считаю, что 60% игроков в нашей игре играют на кавалерии. И я считаю, что кавалерия это самый, в принципе, ну, простой вид войск, который, ну, легче всего изучить, быстрее всего изучить. В принципе, они одинаково учатся, но, как показывает практика, базы легче накручиваются, чем на лучниках. Строя как-то легче добываются, чем на тех же лучниках и пехоте. Телега, кстати, и построй самая дешевая, на мой взгляд, но телегу сложно реализовать из-за того, что мало тележников, да, и ралли тележные все равно не актуальны. Надо прям весь альянс на это настраивать, а кавалерия самая актуальная. И вот, ребят, после трона, после разбора отчетов под роликом, ребята спрашивали, откуда такая база была, 63%, откуда то, откуда это, типа у нас там 25%, потолок там 30%, 45% и так далее, ребят. Сегодня это мы с вами разберем, я покажу, где это все находится. Но прежде чем, ребят, начать, я рекомендую и прошу вас, так сказать, подписаться на мой канал, буду очень вам признателен за это, поставить колокольчик, чтобы ничего не пропустить интересного. Ну и, ребят, пишите как можно больше комментариев, не скупитесь, так сказать. Вообще, в идеале, писать комментарии из четырех слов, чтобы больше, более эффективно продвигались мои ролики на просторах ютуба. Итак, друзья, мы начинаем. Во-первых, каждый кавалерист не может себя представить без синего дракона, ребят. Вся сила кавалерии, это, ребят, синий дракон. Здесь у нас имеются навыки для него. Дальнобойность не так актуальна. А вот самый нужный навык для нас это усиление кавалерии, 10 уровень, базовая атака кавалерии, 11%. Здесь у меня штурм висит, не смотрите на него, он вообще бесполезный, ребят. Надо ставить здесь всеобщую защиту или атаку. Я просто снял эти навыки на красного дракона, поставил на время трона и забыл снять. Вот, так, одну секунду. В принципе, по драконам. По драконам тут все понятно, ребят. Здесь у нас база нас интересует. В паре можно атаковать либо с Годзиллой, либо со Скатом. Итак, идем, ребят, дальше. Дальше мы отправляемся с вами в снаряжение. Набор Архангела. Только на Архангеле актуально играть. Ну, на начальных уровнях можно и на Арктике, но это совсем, ребят, долго. Точнее, совсем не актуально. И вот у нас имеется Архангел. Здесь он накручен. Базовая атака кавалерии, 3 допа. Это высший уровень, так сказать. Его используем на Джоу Юне. И в атаке, соответственно, нужно такое же снаряжение. У меня, к сожалению, второго набора нет. У меня есть только двойная базовая атака кавалерии одиночной пехоты. Поэтому есть просадка примерно 4% коней по базовой атаке. Итак, у нас получается дракон 11%. И в штанах у нас тут на плюс 6 мы видим, что у нас здесь 10,5. Ну, по факту где-то выдаст 11. Если у вас есть 2 снаряги на максимум, то у вас будет 22%. И плюс еще и дракон будет 33%. Все со снаряжением мы, ребят, закончили. Дальше у нас имеется снаряжение. Это камни, которые вставляются в него. Здесь мы тоже можем поймать базовую атаку. Фиолетовый навык нам дает 2%. Это максимум, что у меня имеется, да? И вы можете поставить 1 камень снарягу. Если поставите рыжий, то это будет, ребят, 3%. Если золотой, но я таких еще ни у одного игрока не видел, то будет 4%. Итак, получается, что если вы поставите еще 2 рыжих камня в каждую, в каждой штаны на лорда и на героя, ну, хотя бы фиолетовых, ребят, это уже будет 4%. Но рыжих нам будет 6. И получается у нас 33 плюс 6. Это уже будет 39 базовая атака. Все, по камушкам мы разобрались. Больше они никуда не ставятся. Сразу, ребят, вопрос о том, что можно ли 2 одинаковых камня ставить снарягу. Нет, ребят. Это никак не работает. Дальше сразу же вам скажу, что герои командиров подкреплений, что бы туда ни пихали, базы, шмазы там свои, снижение урона, криты, это не работает, ребят. Работают на командирах подкрепления только анти и сдерживание. Все, больше там ничего не пашет. Так, идем дальше, ребят. Дальше у нас имеются герои, у которых есть база. Сам Джоу Юнь в навыках у него. Здесь в навыках у него. Так, пробежимся. Я уже сам забыл, имеется ли у него база тут. Вроде бы, ребят, нет. Нет, в навыках здесь не имеется. Но в способностях, извиняюсь, здесь у него в навыках имеется база. Получаете третью звезду, получаете сразу 3% базы. И плюс, ребят, если за каждый уровень вы еще получаете 1% базы максимально, это 10. Получается, если максимальный Джоу Юнь у вас будет и снаряжение на плюс 6, то уже это будет у вас базы 49, ребят. Это уже достаточно много. Кстати, у нас у Морта как раз таки на плюс 10 здесь все сделано. Итак, кстати, я, скорее всего, тоже буду 1% поднимать. Кто не знает, эти эмблемы можно, ребят, с ферм посылать. Каждый день покупаете себе подарочки, выставляете их. Не покупаете, а выставляете подарок эльфа. Собираете их своими фермами, да, и можете с ферм себе посылать. Актуально это у китайцев, там, кто на боте играет. Вообще, можно очень быстро это качнуть. Ну и кто просто задрот, у кого есть время, тот также может это качнуть все себе. Я, ну, чисто физически, не могу это все вывести, поэтому у меня с этим дела плохи. То же самое у нас имеется на новом герое. Вот эта вот девчуля у нас есть, Джудит. У меня ее, к сожалению, нет. Здесь точно такой же навык. Назван по-другому, но суть у него такая же. Дает он также нам 10% базы, когда его на максимум качнете. И у Джудит еще есть здесь 1% базовой атаки. В навыках база не юзается, ребят, вы не можете ее включить. Ну, чисто так вот, чтобы взять и включить, она, ребят, не работает. Итак, это мы с вами разобрали. Дальше, ребят, у нас еще имеются амулеты. Новые амулеты. Есть рыжие, есть фиолетовая. Здесь нам тоже предлагают игра базовая, так как кавалерия. Еще 1%. Вот. Я, честно, не видел у людей, у кого на 5, на максимум зачарованная. Есть ли там еще база, да? Потому что, ну, правда, я не видел этого. Если у кого-то есть в навыках, вот здесь видите, есть критический урон кавалерия, антипехота, одиночный урон кавалерия при обороне. Если же, ребят, вы там встречали базовую атаку, это вообще круто. Я пока что не видел нигде. Не буду утверждать, что я там нет, потому что вдруг я неправ. Поэтому, надеюсь, мне вы в WhatsApp напишите, пишете с крошетик, типа, вот, Вань, смотри, типа, у меня вот такая фигня, если я буду знать. А так я пока что буду считать, что здесь имеется у нас 1% базовой атаки. Напоминаю, конечно же, вы можете эволюционировать свое снаряжение до плюс 10, да, и получить это. Тут будет у вас не 1,5, точнее, не 10,5, а все 12% на двух наборах. Это, ну, еще вам плюс 3% будет. Так, и дальше, ребят, самое интересное, это наш строй. Строй кавалерийский. Строй 8 и строй 7. Имеют навыки базовой атаки. У меня здесь по 1, максимум это 3, получается, что здесь вы можете добыть себе 12%. Я такого не видел. Я видел тройные, но 12 максимально не видел, где-то 10,5. Соответственно, 10,5, там, 10 вы по-любому себе соберете с двух строев. Это уже будет, как минимум, ребят, ну, 20 будем считать. И в итоге у нас получается, что если все это сложить, сплюсовать, примерно база выходит 77, там, 75, 78, где-то так. Это по минимуму, если мы взяли, да? И вы спросите, я видел больше, я видел 82, 83. Согласен, ребят. Когда у вас снаряжение лорда на плюс 10 все сделано, да, все вот эти навыки, вы можете, ребят, еще юзануть навык лорда. Вот этот вот. Он повысит атрибуты снаряжения на 3%. На полчаса длится, еще повысится примерно, ну, на 1% где-то база. Потому что у меня обычно в атаке просто так 44, да, когда этот навык включаю, получается 45. Также у нас имеется... Так, у меня сохраненные эти есть или нету? Нет, у меня уже нету этих бафов. Есть еще баф, там он дает 8% к снаряжению. Баф этот платный, к сожалению. Разработчики как-то раз его впихнули. Вот сюда вот, ребят, в плавильню. Кто помнит, тот знает. Здесь в магазин был, вот тут вот внизу, ребят. Вот здесь вот внизу был магазин, его, к сожалению, сейчас нет. И там были бафы 8% снаряжения и 3%. Так вот, с тех моментов база была еще сильнее. А так, за ежедневное пополнение 5 пакетов, 3 пакета покупаете, и вам дается один такой баф. Ну, это дорого, конечно, да. Но кто донатит постоянно, то эти бафы у них имеются. Вот и получается у нас примерно 80-81-82 база в атаке кавалерии. Да, ребят, есть и круче. Кто на это прям заточен. Если больше, это когда у них строй флобы. Там все по максимально, да, все сделано. Также науки, кстати, на драконе, ребят, с базовой атакой больше не имеются. Даже если бы они и были, вы на синего дракона уже не сможете поставить. Только на скату. Но, к сожалению, пока что таких навыков нет. Я надеюсь, их, ребят, долго не будет, да, потому что, если они появятся, будет все жопа просто полна. У питомцев, ребят, базы я не видел, не видел. Также сейчас мы посмотрим еще в фонтане. Если я не упустил этот момент, но вроде бы там базы тоже не было, ребят. Сейчас быстренько посмотрим. В атрибутах от облика тоже у нас не имеется. Так, крит, базово, нет, ребят, вот базово, атака кавалерии 98 уровень, имеется еще плюс 1%. Вот, все. В принципе, это, ребят, все. Пишите, если я что-то забыл, обязательно пишите, указывайте прямо в комментариях. Вань, вот там и там забыл, потому что я не робот, человек, как бы могу что-то и забыть. Вот как-то так. Примерно получается, да, где-то, если все собрать, то 85, там, плюс-минус, пару процентов базы вы сделаете. Но, ребят, с такой базой на коне, это реально космос, на самом деле. Особенно, если вы еще крит там себе намутите, да, из 5-6 строя, там, под 25, то ваших коней, в принципе, ну, смогут остановить только, там, пару-тройку игроков. И все, все остальные будут просто отлетать от вас. Вот такой вот, друзья, ролик. Все, на этом все, друзья, будем прощаться. Если кто хочет поддержать меня, то в описании моего ролика есть ссылка на поддержку Джокера. Все, всем спасибо, друзья.